ну давайте посмотрим на интеллектуалов у нас что-то смотрю прямо вот всякие хаоса орки видимо почти почти новая метра потому что вкладка спайдер я думаю по этой причине мячик же был у бороды и борода вряд ли бы пасовала бы то есть там там видимо был такой план тентакли конечно в этом матче не особо хорошо будут работать пяти сильный о ситарте как раз спиритолог искал привет не башерный а интеллектуальный мин гениально люблю смотреть на игры комедианта до 7 плюс сил на обе команды все равно играете в среднем ого это похоже на эльфийские забегания ничего себе странно что корову сначала не подвигали у меня была мысль что может корову сюда поставить ну ладно надолго ли ситар надолго ли да ведь не силой а интеллектом ребят ситар там вопрос у спиритолога был счет им в следующем сезоне кола будет сф турнир нургли твой криптонит это правда ай добла найс ну похоже на изейшую теперь и 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 Халява обломила И с лока на дабле Я, правда, хз, что там было То есть, вообще, конечно, надо было сначала Двигать тровера Ну, адекватный человек сначала Двигал бы тровера, а потом Делал бы близ с ГФИ Да, 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 лок, я только что это сказал Ну, это же комедиант Как бы, мы делаем поправку Делаем поправку На то, что, как бы Что, учитывая его Специфику игры, он почти не виноват Вот Он тут же написал спасибо за игру Ну, самое время, конечно Еще у меня складывается ощущение, что У комедианта вполне понятный рисунок Игры в плане Чувствуется, что он хочет бить Ну, как-то он, не знаю Ну, ладно, это комедиант Как бы, какие к нему вопросы Я имею ввиду, что это более-менее стандартные плей для него Ну, что такие сильные команды Ну, ну, ловили ребята статапы Че тебя удивляет Ну, это божественный минус Это, кстати, шара Это шикарная шара Которая, ну, не то, чтобы прямо хоронит Но явно делает жизнь попроще Ну, Лока молодец Потрясает На уровне На уровне Комедианта В принципе Я понимаю, что играют равные соперники Вот Вопросов нет, как бы У Лока только мячик прикрыт Кэш получше Не сильно лучше Но в целом Плей примерно на уровне Вот Ну, тут, да Тут Китон может вполне Свои типичные шутки Про Лока В чатик пустить Вот Да ничего, ребята Как бы Ну, а кем там еще Блицевать? Лока Я сейчас тебе одну вещь скажу Я не знаю Поверишь ли ты в нее Но Иногда Можно Не Блицевать Понимаешь? Вот Я Я Я знаю, что тяжело поверить В это играя на хаосе Но Иногда Можно Не Блицевать Привет, Винтерес Ну Как бы Без шуток Но этот плей был Довольно Как бы Неинтеллектуальный Я бы так аккуратно Подобрал бы слово Не, ну Как бы С другой стороны Ребята Вот Посмотрите на Товарища Комедианта Я Товарища Лока То есть Лока Чемпион Рубла То есть После этого Можно сказать Что как бы Если Лока Чемпион Рубла То и вы Сможете стать Понимаете? Верьте в себя Верьте в свою Мечту После этого Начинаешь Думать Что даже у Ефирюги Есть шансы Вот Стать Чемпионом Ну там Ну там Когда Как бы Уже Все уйдут И они С комбинатором Останутся Одни в лиге По старой Доброй Ну Слушайте Зато Комедиант Знает Как работает Джага То есть Вот Шутки Шутками Но Как минимум Комедиант Хотя бы Знает Как работают Навыки И это Даже сыграло Вот Вау И даже Аптеку Выбил Молодец Я Я горжусь Им Это Действительно Сильный Мув Ребята Приятно Знать Что в наше Время Люди Умеют Использовать Джагу Ситар Внес Непосильную Лепту В просвещение Игроков Рубла Сняв Видео Вот Раскрыл Секрет Я бы Сказал Дорогу Кальдорадо Вот так Вот Джага Наресли Проверяется Это не Щитово Нет Слушай Все таки Если он ударил В блок То он Не понимал Что если ты нажимаешь Это Если ты нажимаешь Типа Эту Джагу То ты Толкаешь То есть Наверное Все таки Ладно Как минимум Он знает Половину Техники Кунг-фу Понимаешь В наше Время Это уже Очень много С другой стороны Конечно Легко вспоминается Тот Энштилли Который Только эту Половину Техники И знал Только потом он узнал продолжение Про борьбу благодаря мне Вот так вот Я надеюсь будет фолл коровы Честно говоря я сильно сомневаюсь Что в раннем доступе будут некроманты Я думаю что для начала Так и останутся те три команды Что были на закрытой бете То есть чёрки Хуманцы И собственно говоря Проильфы Вот Ну ещё раз ребята То есть вот Ранняя бета была в начале июня И там почти ничего не готово Ну ещё раз Бести бой Ты можешь зайти на мой ютуб канал И посмотреть Два стрима По ББ3 Нет по моему в 12 озвученных Некры были Нет По моему в 12 озвученных Некры были Я конечно не уверен Но мне казалось что они там были Я сейчас проверю Подожжи Так Так, орки, хуманы, нургли, скамены, крошки, дарки, гномы, хаос, чорки, имперцы. А, да, их даже нету. Ну, как бы, ты можешь купить, а не знаю, некры уже продаются как фигурки для настолки. Ну, подожди, смотри, начнется. Я думаю, три команды в сентябре, 12 команд в феврале, а потом выяснится, что никто не играет, и разработка ББ-3 замораживается, и года через три выходит новое издание, в котором можно будет добрать оставшиеся 12 команд. И они будут с анимациями из ББ-2. Я вот так вот думаю. Да, да, это правда, счет того, что в ББ-2 не было нишки и некров. ББ-2 на старте вообще было 8 раз, уточним. Потом плюс 4, и уже потом легендарь эдишн, еще плюс 12. Точнее, в ББ-2 было даже, я бы сказал бы, 6, 2 за предзаказ, это лизарды и вуды. И вот уже потом добавили некров, нурглей, дедов и еще кого-то, я уж не помню кого. Ну, не знаю, не знаю, посмотрим. Ну вот. А разве не 8 плюс 2? Блин, а я уже не помню, если. Может и 8 плюс 2. Склероз, склероз, плохо помню. Ну, короче, от ББ-3 главное ничего не ждать. Вот явно лучше не стоит ждать. Ой, ой, Годвар, кому ты врешь? Мы все тупые, мы все купим ББ-3 на старте. Нисколько в этом не сомневаюсь. Скажу больше, мы все настолько тупые, что возьмем Early Access ББ-3. Годвар, можешь как бы ничего не говорить, ты все равно все купишь. Как бы мы тут не притворялись, мы все говноеды. Вот. Ну, на ББ-3 мы, конечно, не скоро перейдем. То есть, я думаю, что переход на ББ-3 раньше февраля ждать не стоит. Это если игра выйдет в феврале. Привет, Сталин. То есть, ну, то есть, если вы соскучились по ББ, возвращайтесь в ББ-2. До февраля вы можете вообще ничего не ждать. Я совершенно серьезно говорю. То есть, сейчас следующий сезон начнется, ну, типа, получается, в августе где-то, да? То есть, получится там, ну, еще три сезона рубла, не считая того, которые есть, будут. Это при самом супер сценарии. Только я напомню, что сначала ББ-3 обещали в первой четверти 2021 года. Потом Early Access обещали в августе. Теперь Early Access обещают в сентябре. Но, глядя на бету ББ-3, меня терзают смутнейшие, как говорится, ощущения. Мне как-то с трудом верится, что оно действительно выйдет тогда, когда обещают. Так что, надо просто смириться. По мне, так, лучшее описание ожидания от ББ-3, это песенка Егора Летова на тему «Все идет по плану». Вот. О! Привет, любитель договорников! Ну, вообще, да. У нас, к сожалению, с обещаниями и Киберпанк, в общем, как-то пока не блещет выполнением своих обещаний. Ну, могу гарантировать, что Сталкач тоже, видимо, будет в каком-то своем репертуаре. Ну, то есть, может, что-то, конечно, изменилось, но вспоминается, как выходил первый Сталкач, и как я о нем читал еще на... в журналах про компьютерные игры. Ты же читал официальный дискорд Мишандер по поводу своего бана, или не читал? Я имею в виду официальный дискорд Чемпион Сладдера. Что ж так подставил Диамеда, бедного? Сначала Диамеда в ПО я подставил. Теперь вот ты подставил. Одна сплошная подстава Диамеда. А что с Мишандером? Ну, Мишандер сыграл 4-3 в зеркале нурглей, сделав 4 блока на 2 команды. А за это администрация Кола дала ему перманентный бан с формировкой, что за договорничье. И сказала, что он может подать апелляцию не раньше 42-го сезона. Вот. Как-то так. Фига сурово. Ну, вообще за договорники всегда было суровое отношение. Надо было просто сдаться или терпеть. Это правда. За кого вы будете болеть? Ну, точно не за сборную Англии. Я, конечно, вот, знаете, что-то как-то посмотрев на то, какую игру ставит Гаррет Саламович Саутгейт, я опечалился. У меня, у меня несколько потеплело отношение к сборной России после просмотра третьего матча сборной Англии. Вот. Ну, я за немцев буду болеть. Как бы, без вопросов. Я буду болеть за немцев. Они хоть показывают что-то похожее на на приятный футбол. Ну, и на пол шишечки буду болеть за нескольких португалов. Да, вот. Не, ну, блин. Я болею за Фернандоша отдельно. Он клевый чел. Но что-то пока он на Евро как-то, конечно, не блещет. Вот, понимаете, ведь в чем проблема на тему болений и так далее? Вот. Все устроили какую-то истерику из-за того, что сборная России обосралась. Только при этом не было никаких предпосылок к тому, чтобы сборная России не обосралась. То есть, ну, сборная России типа не сильная команда. Это понятно любому человеку, который ну, хоть немного разбирается в футболе. А вот когда смотришь на то, как феерично играет Франция и Англия и Испания, вот тут, конечно, возникает вопрос. То есть, например, смотришь, понимаете, любая линия сборной Англии, ну, типа, кроме вратаря, то есть я имею в виду защита, полузащита или атака, она стоит дороже, чем вся сборная России, а катает настолько удулую срань, что просто слов нет. Я просто, я большой любитель АПЛ и когда я смотрю на тот футбол, который показывает сборная Англии, у меня просто какое-то дикое непонимание того, что происходит. Это же как бы не просто плохо, это что-то беспросветное абсолютно. Кому вообще пришло в голову давать как бы вот эти английские традиции ставить английского тренера вообще не имеет смысла. Английская тренерская школа дно, реально дно в данный момент. Возьмите какой-нибудь немецкого тактического гика, возьмите какой-нибудь там, я не знаю, австрийца, кого там на крайняк еще можно предложить. Но в Англии просто нет хороших тренеров. Сейчас. Не волнуйся, God War, так как у нас скоро выборы, то в общем это. Что-нибудь веселое и так ждет население. сегодня была потрясающая вообще новость, вот, а Милоки и Бруклина это ты о чем? Американском футболе что ли? По-моему комедиант был в вышке по-моему один сезон и в общем как-то не очень там показал. в общем смотрите хорошую новость вам зачитаю. По словам Александра Бортникова в интернете развернулась это глава ФСБ в интернете развернулась инфраструктура производящая будущих террористов. А вот так вот. В особой группе риска молодежь психологическая обработка которых ведется в соцсетях и игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр. Более того исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр которые позволяют воздействовать на создание на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение но и путем включения пользователей в игровые ситуации совершения теракта еще раз вот это путем включения пользователей в игровые ситуации совершения теракта как я понимаю скоро за установленный или имеющийся кс гоу на на компьютере на аккаунте стима тебя будут сразу как бы вести фейсб вот или что просто просто интересно как бы про ту миссию в коловдути и охрен его знает просто просто хочется как бы сказать типа а можно пруфы вот просто понимаете вот как это выразиться то я чувствую некоторые странные вещи я имею ввиду что например вот показывают как лавров стоит с толпой талибов ручкается с ними и все это на фоне стенда столетия спасибо большое за поддержку окей и все это на фоне надписи столетия установления российско-афганских гипоотношений вот а потом выясняется что все террористы оказывается в компьютерные игры играют вот вот